МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анны. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. В городской администрации Воронежа рассказали, каким будет новогоднее оформление площади Ленина в 2024 году. Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2023 года превысил полтриллиона рублей. В чем причина проблем с общественным транспортом в Воронеже? Пустили коз в город. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Космос в понедельник НАСА опубликовала наглядный анимационный ролик, демонстрирующий самую старую черную дыру, наблюдаемую в рентгеновских лучах. По данным НАСА, астрономы объединили данные космического телескопа Джеймс Уэбб и рентгеновской обсерватории НАСА Чандра и обнаружили растущую черную дыру всего через 470 миллионов лет после Большого взрыва. На своем сайте НАСА заявила, что этот результат подтверждает существование сверхмассивных черных дыр на заре Вселенной. Чрезвычайно удаленная черная дыра расположена в галактике UHZ-1 в направлении галактического скопления Эбл-2744, которая находится на расстоянии около 3,5 миллиардов световых лет от Земли. Эта черная дыра в 10 раз больше той, что находится в Млечном Пути. По оценкам ведущего автора работы Акоса Богдана из Гарвард-Смитсоновского центра, астрофизики эта черная дыра образовалась около 13,2 миллиардов лет назад, что составляет примерно 95% от современного возраста Вселенной. Предполагается, что ее масса составляет от 10% до 100% от общей массы звезд в ее галактике. Космические телескопы Уэбб и Чандра использовали гравитационное линзирование для увеличения области пространства, содержащей галактику UHZ-1 и ее черную дыру. ООН. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш усилил призывы к прекращению огня в секторе газа, назвав его кладбищем для детей, выступая в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке. Гутерриш также выразил глубокую озабоченность по поводу большого числа журналистов, погибших в результате израильских ударов, отметив, что это число превосходит все конфликты за последние три десятилетия. Кроме того, он подчеркнул, что за этот период погибло больше гуманитарных работников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории организации. Генеральный секретарь ООН предупредил, что в секторе газа никто не находится в безопасности, поскольку в ходе операции израильских войск наносятся удары по гражданским объектам, включая убежище ООН. Гутерриш подчеркнул, что защита гражданского населения должна быть главным приоритетом и выразил глубокую озабоченность в связи с явными нарушениями международного гуманитарного права и подчеркнул, что ни одна сторона в вооруженном конфликте не стоит выше международного гуманитарного права. Далее он подтвердил свое осуждение от Акхамас 7 октября и призвал немедленно освободить удерживаемых в Газе заложников без всяких условий и в безопасности. Уругвай тысячи людей были эвакуированы после того, как в понедельник река Уругвай вышла из берегов и затопила город Пайсанду и прилегающие к нему районы. Генеральный секретарь муниципалитета Пайсанду Фермин Фаринья заявил о 1835 перемещенных лицах. Еще примерно 1790 человек решили эвакуироваться самостоятельно. По прогнозам уровень воды в реке составляет 7,62 метра. Национальная система чрезвычайных ситуаций в своем заявлении сообщила, что 3021 человек в пострадавших городах Артигас, Пайсанду и Сальто были вынуждены покинуть свои дома. В последние дни на значительной территории Южной Америки наблюдаются ширкомасштабные наводнения. Проливные дожди многие связывают с Эль-Ниньо – погодным явлением, вызванным потеплением поверхности океана в Тихом океане. В Бразилии активисты установили 1400 израильских флагов на пляже Капакабана в Рио-де-Жанейро в знак уважения к людям, погибшим от рук Хамас во время смертоносного нападения месяц назад. Инсталляция была организована бразильской неправительственной организацией Рио-де-Пас, в переводе на русский «река мира». В пятницу эта организация разместила на пляже 120 белых погребальных саванов, символизирующих детей, погибших в секторе Газа в ходе продолжающейся войны между Израилем и Хамас. Китай. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге в Пекине в понедельник выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью журналистов в секторе Газа на фоне конфликта между Израилем и Хамас. Он также заявил, что позиция Китая в отношении израильско-хамасовского конфликта остается непоколебимой. Ван Вэньбинь подчеркнул, что его страна последовательно выступает за мир, равенство и справедливость. Он также подчеркнул, что страна призывает к немедленному прекращению огня и боевых действий, уделяя первостепенное внимание защите гражданского населения, содействию гуманитарной помощи и работе по деэскалации, чтобы как можно скорее направить обе стороны на правильный путь. По данным Комитета по защите журналистов, 7 октября с начала войны погибли 37 журналистов. Пакистан. Тысячи демонстрантов провели в понедельник сидячую акцию протеста у Пакистана-афганской границы в провинции Белуджистан, осуждая правительство за введение ограничений на пересечение границы для лиц, не имеющих действующей визы или паспорта. Среди выступавших был председатель партии Пахтунхва Милли Авам Махмудхан Ачакзай, который призвал Исламабад разрешить жителям Кветты и Кандагара пересекать границу по ранее принятым документам. Многие местные торговцы присоединились к митингу в Чамане, заявив, что новый визовый и паспортный режим негативно сказывается на их бизнесе. В октябре Исламабад объявил, что все иностранцы, не имеющие документов, будут высланы из страны, а их имущество и бизнес конфискованы, если они не покинут страну до 1 ноября. По местным данным, в настоящее время в Пакистане проживает около 2,9 миллионов афганских беженцев, покинувших страну после Советско-афганской войны, которая велась с 1979 по 1989 год. Израиль Нетаньяху поделился последними успехами Цахала, заявив, что его войска уничтожают Хамас. Израильские солдаты уничтожили тысячи террористов над и под землей в секторе Газа. В ходе вторжения Цахала в 300-мильный лабиринт подземных туннелей Хамаса, рассказал премьер-министр в своем выступлении в прайм-тайм во вторник. По его словам, город Газа в настоящее время фактически окружен. И Цахал с каждым часом, с каждым днем усиливает давление на Хамас. Сообщается, что туннели также проходят под крупнейшим медицинским центром города Газа больницы Аль-Шифа, где по обвинению Израиля находится несколько подземных узлов, используемых руководством Хамас. Террористы утверждают, что они также убивают и ранят наступающих солдат Цахала. Ни заявления Израиля, ни заявления Хамас не могут быть подтверждены независимыми экспертами, поскольку война выходит на новый этап в глубине сектора Газа, где проживает более двух миллионов палестинцев. Израиль поклялся уничтожить террористов после того, как Хамас предпринял свое внезапное нападение. С момента начала войны в результате ответных авиаударов Израиля погибло более 10 тысяч палестинцев, многие из которых женщины и дети, сообщают представители медицинских учреждений, связанных с Хамас. Несмотря на гибель людей и неопределенность статуса заложников, захваченных Хамасом, Нетаньяху заявил, что операция «Железные мечи» будет продолжаться до тех пор, пока Хамас не исчезнет. Во вторник израильская армия заявила, что ее войска вошли в сердце Газы и загнали в ловушку в подземном бункере самого высокопоставленного лидера Хамас. По словам израильских официальных лиц, 61-летний Яхья Синвар, объявленный премьер-министром Израиля в международный розыск и названный «ходячим мертвецом», был организатором массовых убийств Израиля 7 октября, в результате которых погибло более 1400 человек, в основном мирных жителей. По словам министра обороны Израиля Юава Галанте, Синвар сейчас изолирован в бункере, и солдаты Цахала намерены уничтожить его вместе с любой инфраструктурой, используемой террористами. Италия. Во вторник премьер-министр Италии Джорджия Мелани встретилась в Риме с премьер-министром Албании Эдди Рамой, чтобы объявить о соглашении с Албанией о размещении мигрантов, прибывающих в Италию на время рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В соответствии с соглашением Италии оплатят строительство двух центров в Албании, готовых предоставить убежище одновременно трем тысячам мигрантов. По словам Мелани, из плана будут исключены дети, беременные женщины и другие уязвимые лица. Албания будет отвечать за их депортацию в случае, если Италии будут отклонены просьбы мигрантов о предоставлении убежища. Тирана также возьмет на себя заботу о внешней безопасности центров, которые в соответствии с соглашением перейдут под юрисдикцию Италии. По данным МВД Италии, в 2023 году в Италию прибыло более 125 тысяч мигрантов и беженцев, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бельгия. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель, открывая в понедельник конференцию послов в Брюсселе, признал, что кризис на Ближнем Востоке оказывает долгосрочное влияние на Украину. Он добавил, что вместе с председателем комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Шарлем Мишелем обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне опасений, что международная поддержка Украины может ослабнуть в свете того, что рассматривается как практика двойных стандартов. Боррель отметил, что страны глобального юга не рассматривают российско-украинский конфликт как глобальную проблему и заявил, что его организации необходимо укреплять связи с регионом. Признав, что ему не нравится термин «глобальный юг», он добавил, что эта концепция является частью общественной дискуссии, и эти страны не следуют примеру Евросоюза, особенно в отношении России. Боррель также затронул тему системного соперничества с Китаем, признав, что китайской стороне это не нравится, а остальной мир пытается выбрать между одним и другим. Его комментарии прозвучали на фоне последней политики Евросоюза по снятию рисков, которую Китай неоднократно критиковал. Он также заявил, что Евросоюз вскоре испытает на себе последствия Сахеля, пакта о безопасности между военными правительствами Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Глава Евросоюза признал, что блоку не удалось поддержать африканские решения африканских проблем. Конференция послов Евросоюза-2023, в которой принимают участие представители 145 офисов по всему миру, пройдет в бельгийской столице 6-10 ноября. Германия. Канцлер Германии Олаф Шольц и губернаторы 16 земель договорились о принятии более жестких мер в связи с растущим потоком мигрантов. Это решение было принято в ходе конференции премьер-министров, прошедшей в понедельник в Берлине. Речь идет об ускорении процедуры предоставления убежища, ограничения льгот для опросителей убежища и увеличения федеральной финансовой поддержки как земель, так и местных сообществ. После конференции канцлер Германии Олаф Шольц, министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вальд и министр-президент земли Гессен Борис Рейн провели совместную пресс-конференцию. В ходе пресс-конференции канцлер Олаф Шольц подчеркнул необходимость продолжения усиленного пограничного контроля на границах Германии и обсудил вопрос о перераспределении выплат пособий лицам, ищущим убежище. Предлагаемые изменения включают в себя увеличение срока поддержки с 18 до 36 месяцев и решение вопросов, связанных с размещением и питанием просителей убежища. Премьер-министр земли Гессен Борис Рейн отметил важность конференции, выразив желание продолжить дискуссии в начале года. Он подчеркнул необходимость остановить нелегальную миграцию и убедиться в том, что государство способно принимать меры. Новости России. Дипломаты России продолжают работу по эвакуации граждан с территории сектора газа, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник. Кроме того, спикер Кремля отметил, что ситуация в зоне конфликта катастрофическая, и Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям сектора газа. Жительница Москвы Анна Роднищева преодолела более 11 тысяч километров на велосипеде, проехав от Японского до Черного моря за пять месяцев. По словам Анны, все началось с прошлогоднего велотура от Москвы до Сочи. Преодолев расстояние в 3000 километров девушка поставила себе цель – совершить более длительное путешествие. Стартовала путешественница 10 мая 2023 года от Токаревского маяка во Владивостоке. Анна вспоминает, что первый месяц пути был самым сложным. Каждый день она проезжала 100 километров, несмотря на усталость и боль в мышцах. Однако уже через месяц велосипедистка адаптировалась к таким нагрузкам. Когда Анна путешествовала по Дальнему Востоку, она больше всего опасалась встречи с хищниками. По словам девушки, на своем пути хищников она так и не встретила, зато увидела оленей, лис, верблюдов и других обитателей фауны. 10 октября велосипедистка исполнила свою мечту и финишировала у Олимпийского парка в Сочи, оставив позади в общей сложности 11 тысяч 597 километров дорог. Небо над Мурманской областью окрасили изумрудные и малиновые переливы в субботу 4 ноября. На кадрах разноцветные световые узоры танцуют на фоне звездного неба. 5 ноября в Институте прикладной геофизики сообщили о начале мощной магнитной бури на Земле. Степень возмущенности магнитного поля планеты находилась на третьем уровне из пяти возможных. В связи с этим в ночь с 5 на 6 ноября во многих регионах России, в том числе на юге страны, местные жители могли наблюдать северное сияние необычного багрово-красного цвета. Северное полярное сияние – это явление свечения верхних слоев атмосферы Земли, которое возникает при полярных областях в периоды геомагнитной активности. Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток. Пожарные 45-й части спасательного отделения МЧС России в Санкт-Петербурге вытащили из огня котенка и нашли ему новый дом. На кадрах, снятых в понедельник и пятницу, ветеринары осматривают животное, а новая хозяйка Татьяна Коновалова вместе с дочерью кормит найденыша из шприца. Командир отделения 45-й пожарно-спасательной части Вячеслав Пилиппов сообщил, что услышал писк котенка, когда сотрудники МЧС устраняли последствия пожара после тушения. Татьяна Коновалова работает диспетчером службы оперативного обеспечения Центра управления в кризисных ситуациях. Когда котенка спасли из пожара, она была на смене и сразу решила приютить животное. В новом доме кошечку назвали ласточкой. Дочь Татьяны давно мечтала о котенке, поэтому ласточка стала для нее неожиданным и приятным сюрпризом. Сейчас девочка вместе с папой помогает Татьяне ухаживать за животным, и в любящей семье малышка идет на поправку. Удивительным образом рысь проникла настоящей на якоре газоперегрузочный терминал Коряк-1 посреди акватории бухты Бечевинская на Камчатке. Дикое животное удалось найти и вернуть в естественную среду обитания, сообщили во вторник в краевой пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии. Как рысь могла оказаться на 250-метровом судне посреди акватории бухты, остается загадкой. Но главное, что сейчас животное в безопасности. Новости нашего региона. В Воронеже отложили поиск подрядной организации, которая займется выполнением проектно-изыскательских работ по созданию тематического парка «Петровский остров». Об этом рассказали в Министерстве строительства Воронежской области. В Воронеже отменен конкурс на разработку проекта тематического парка «Петровский остров». В региональном министерстве строительства решили изменить этапы работ. Вначале будет построен мост, ведущий от Адмиралтейской площади на остров, выполнено благоустройство и только после этого начнется возведение главного объекта парка Цигауза. Это адмиралтейский склад, построенный в 1697-98 годах, в котором хранилось оружие, провиант и казна. Здание даже было изображено на гравюре голландского путешественника Корнилия де Брюина в 1703 году. Во время Великой Отечественной войны в Цигауз попала бомба и разрушила его. А после создания водохранилища был затоплен и Петровский остров. Теперь эпоха более чем 300 летней давности будет воссоздана на современном намывном острове. Новый конкурс состоится уже в декабре, а строительство начнется в следующем году. В городской администрации Воронежа рассказали, каким будет новогоднее оформление площади Ленина в 2024 году. Из бюджета на обновление выделено более 14 миллионов рублей. Площадь Ленина начнут украшать во второй половине декабря. Для ее оформления будут использованы те же декорации, что и в прошлом году. Также на площади появятся и новые фотозоны. Планируют изменить саму ель. Для этого поменяют элементы украшений, а на верхушке будет не Петровский вензель, а традиционная звезда. Новогодняя площадь будет работать до 21 января 2024 года. Виктор Шацкий, 41 телеканал Воронеж. Чтобы получить единовременную выплату при рождении второго ребенка, жительница Семилукского района потребовалась помощь прокуратуры и решение суда. В прокуратуру Семилукского района обратилась местная жительница. Она пожаловалась на нарушение своих прав. Весной женщина подала в районное управление соцзащиты заявление о назначении единовременной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка. Однако ей отказали, сославшись на отсутствие постоянной регистрации на территории Воронежской области. Проведенная прокурорская проверка установила, что в регионе заявительница живет с августа 2021 года и имела регистрацию по месту пребывания. Более того, по закону, местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. При этом регистрация не входит в понятие места жительства. Районная прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта постоянного проживания на территории Воронежской области и возложении обязанности на управление социальной защитой населения назначить единовременную выплату. По решению суда женщина получила 200 тысяч рублей. Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2023 года превысил полтриллиона рублей. Такие данные опубликовало региональное управление Росстата. В Воронежской области оборот организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, составил 574 миллиарда рублей с января по сентябрь. При этом доля непродовольственных товаров превысило 56%. В основном это продажи машин, горючего, а также лекарств, одежды и обуви, стройматериалов. На пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, пришлось 43% оборота розничной торговли. Мясо, молочных, кондитерских, хлебобулочных изделий, фруктов и овощей продано населению на 248 миллиардов рублей. Сотни горожан и гостей столицы Черноземья каждый день жалуются на общественный транспорт. Особенно остро эта проблема наблюдается в утренние и вечерние часы пик. В чем причина, выясняла наша съемочная группа. На часах 8 утра кольцо на улице Остужева стоит в пробках, а на остановках общественного транспорта ждут горожане и гости столицы Черноземья. Но помимо всего прочего, жителям и гостям Воронежа предстоит самая главная задача. Она заключается в том, чтобы протиснуться и влезть в автобус, который уже едет битком. Автобусы все время забиты, мне это не нравится. Такая картина происходит на многих остановках. Особенно остро она проглядывается на Московском проспекте, Березовой рощи, в юго-западном районе и районе ВАИ. Маршрутки очень маленькие, их мало, людей много, набиваются еще и пробки. И очень тяжело, некоторым даже тяжело дышать в них. По мнению экспертов, воронежские дороги парализуют пробки по многим причинам. Это прежде всего работа светофоров. На некоторых участках происходят ремонтные работы. К тому же в городе с каждым годом становится все больше автомобилистов. А большая часть дорог была построена во времена СССР и не рассчитана на такое количество машин. И вместе с тем городские власти стараются минимизировать ситуацию с пробками. Для этого в городе привели в порядок магистральные улицы. Появились выделенные полосы на центральных улицах города. В городской администрации также заявили, что из-за пробок сбивается график общественного транспорта, вследствие чего на остановках увеличивается и количество людей, ожидающих свой транспорт. Кроме того, необходимо понимать, что повышенная заполненность дорог и транспорта в часы пик характерна для всех городов без исключения. И как мы увидели, уже в 9 утра исчезли заторы, и общественный транспорт шел полупустым. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал Воронеж. Вот уже 13 лет, как жительница Воронежа Татьяна Черных разводит породистых коз. Насколько это хлопотное дело и как в городской черте на четырех сотках справляться с таким хозяйством, узнавала Галина Жукова. Так начинается каждое утро Татьяны Черных. 20 литров удоя в среднем дают молочные нимфы в период межсезонья, когда животные готовятся к зиме. В частном подворье хозяйки 37 голов. Главным образом, это девочки, как ласково называет Татьяна, своих подопечных. Козаводом она стала в силу определенных обстоятельств. Козье молоко для дочки ей рекомендовали врачи. У меня родился ребенок с болезнью, с тяжелой. И для нас молоко было панацеей. То есть спасалось это. Мы спасались козьим молоком. А проблемы с молоком были очень большие. То есть приходилось и в магазинах их где-то покупать. То есть нету козьего молока. Честно, хотела для дочки покупать козу, чтобы было свое молоко. К сожалению, дочка умерла, а козы остались. Татьяна рассказывает, что до того, как обзавестись своей семьей, у нее уже был опыт ведения хозяйства. В этом доме на окраине Воронежа Татьяна живет с самого рождения. Вообще с детства мы здесь жили. Это дом моего деда. По папиной линии. И у деда всю жизнь были коровы. То есть я уже родилась с хозяйством. Я их любила с детства. Я была маленькая. Вот в пять лет я уже ходила и встречала сама с леса, когда свои коровы шли. Тогда в советское время животноводством занимались многие. Благо вопрос, чем накормить буренок, так остро, как сейчас, не стоял. Коровы должны пастись постоянно. То есть у коровы должен постоянно быть выпас. Если мы с козами вышли погуляли, вернулись домой, они нормальные. Молоко это дает в нужном количестве. У коровы должны пастись постоянно. Коров мы в свое время пасли на аэродроме. То есть в 6 часов утра они выгонялись и в 8 вечера они домой приходили. У нас до трех коров доходило. А вообще вот здесь по нашему району стадо было, но самое большое 35 коров было. Это на моей памяти до было, когда-то, может, чуть больше. А в 90-х годах, да, уже сошло на нет. Сами знаете, что жизнь уже другая. Развал Советского Союза, все это, да, и уже сошло на нет. В этом смысле козы менее прихотливые животные, говорит Татьяна. Летом она выгуливает своих подопечных к ближайшей лесополосе, но с приходом холодов козочки большую часть времени проводят в столе. Навестить молочных нимф, как с любовью называет и хозяйка, приходит еще один питомец черных – домашний кот Персей. Коза – это все-таки более такое домашнее животное. Вот летом мы до пяти часов гуляем, сейчас мы уже не гуляем, для нас это сыро. То есть вот они стоят, они прекрасно у нас дома едят, все, им хватает. Поэтому козы проще. По мне лучше сто коз держать, чем одну корову. Коз Татьяна держит исключительно ради молока, но это вовсе не прагматизм, как могут подумать некоторые. Потомственный хозяйственник Татьяна Черных не скрывает своей любви к подопечным. Когда я завела первую козу, я поняла, что это мое, это просто мое, это моя душа, это все. Поэтому я говорю, через три недели появилась вторая коза, через год их уже было семь, и дальше понеслось. То есть это страсть, это любовь, это все, что угодно, но я без них, честно, жить не могу. Похоже, что любовь – это взаимная. К тому же козы – животные очень тактильные и ласковые, а еще очень умные. Козы, у них же самый большой мозг среди таких животных, поэтому у них задатки интеллекта очень достаточно сильные. И поэтому они иной раз такие вещи именно обдуманно делают, что диву даешься. Каждая со своим характером, каждая со своим именем. Причем имена у коз необычные. Своим подопечным Татьяна придумывает цветочные имена, по которым их не спутаешь ни с какими другими. Есть здесь своя глициния, традисканция, камея. У каждой козы есть имя свое. И на дойку мы идем каждая по имени. То есть я зову каждую, и каждая идет. Не исключение козлики, которых у Татьяны шестеро. Самый любимый из них – породистый длинный ушастик по кличке Гибискус. Ему нет еще и года. Вот уже шесть лет, как по хозяйству Татьяне помогает второй муж Евгении. Пошли домой. Это молодняк. Давай, домой. Именно козам Татьяна обязана и личному счастью. Поначалу Евгений был ее клиентом. Покупал у Татьяны козье молоко. Полгода ходил за молоком, а потом влюбился. Сегодня они занимаются не только хозяйством, но и воспитывают пятилетнюю дочь Силуану. Помогают им и старшие сыновья Татьяны. В будущем не исключено, что кто-то из них продолжит семейное дело. Впрочем, так далеко Татьяна Черных не загадывает. Для меня самое главное, чтобы у них все было хорошо. То есть, чтобы они свой выбор сделали в жизни. Об этом никогда не задумываюсь. Как будет? У сыновей уже своя жизнь. А дочка, посмотрим, дочке только пять лет. Хотя она очень любит. У нее есть свои любимицы. Она с удовольствием и доить пытается. Кормление и доение коз – очень ответственный этап в содержании животных. Причем делается это в определенное время три раза в день. В рационе коз должно быть обязательно сено. Также основа питания – это зерно, овощи и фрукты. Особенно подопечные черных любят арбузы. Это любимое лакомство обитателей козьей фермы. От питания зависит и качество молока. Мы следим за жирностью, за плотностью молока, чтобы это все соответствовало. Мы регулярно анализ делаем. Поэтому сыроделы берут сыроприхудное молоко. В частном подворье Татьяны три породы коз – Камория, Ла-Манчи и Занинская. Козы этих пород отличаются высокоудойностью. Козье молоко обладает целым рядом полезных свойств. Не случайно его рекомендуют и медики. Козье молоко на уровень полезнее, чем коровье, потому что в нем щелочная среда. Для желудка оно полезно, для давления полезно. Потому что эти аминокислоты, которые в молоке, в козьем, там легко усвоимый белок. То есть усваивается гораздо в большей степени организмом, чем коровье. Поэтому оно и мясо, кстати, козье полезно. Оно полезно для суставов, при артритах, при артрозах. Козий жир, который лечит и бронхиты, и астмы, который помогает. То есть коза, она с пушей рядом – это полезное свойство. Но есть и обратная сторона медали. Вести такое хозяйство в городе – дело хлопотное, требующее терпения и немалых вложений. Затратно все это с точки зрения необходимых условий, а также дальнейшей реализации продукции. Если нету своих поставщиков, конечно, дорого. Потому что цены на зерно растут. Когда ты начинаешь заниматься животными, то есть доход, который ты хочешь получать, ты его изначально не получишь. Ты должен вкладывать, вкладывать и вкладывать. То есть у тебя сначала не будет клиентов, потому что тебя никто не знает. То есть сначала будет человек работать себе в быту. А вот мечты нашей героини связаны исключительно со здоровьем. Будет здоровье – будут и силы заниматься любимым делом, без которого Татьяна уже не представляет своей жизни. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok